Масленица состоялась у Дворца культуры металлургов имени Сергея Арджоникидзе. Организована она была депутатом городского округа Вадимом Ивановым и депутатом Законодательного собрания области Сергеем Шипиловым. Главными составляющими праздника стали яркая развлекательная программа, хороводы и, конечно, вкуснейшие блины со сгущенкой. О празднике со вкусом расскажем далее. Масленица день шестой, Золовкины посиделки, но сидеть на месте в этот день жителям седьмого избирательного округа совсем не хотелось. Ведь для них уже третий год подряд депутаты Сергей Шипилов и Вадим Иванов устраивают широкие гуляния. Встречать весну здесь привыкли с размахом. Это уже традиционная масленица. Каждый год от момента выборов, когда меня выбрали традиционную, каждый год проводим масленицу. Все очень большим удовольствием, если вы посмотрите. У меня помощников очень много, добровольно, никого принудительно не приглашаю. Все сами приходят, сами все помогают. Большое им всем спасибо за это. Для каждого на празднике нашлось занятие по душе, молодецкие забавы, соревнования на меткость, ловкость и выносливость. В центре традиционные хороводы. Поет и пляшет вся площадь у дворца Джинькидзе. Отучили ведь народ гулять, а вот здесь теперь три года. Люди уже привыкли, приходят сюда с детьми, целыми семьями и радуются этому празднику. И даже не с наших районов приходят, и с других приглашаем. Угощения, как всегда, блины, чай, самовара. Хорошее настроение, отличная погода. Да это столько ясности, и распогодишься синий. А чтоб не зовешь, вы танцуете. Да я буду сама слитка, важно гулять по всей России. Поиграли, потанцевали и угостились, да? Да. Маслеса – это хороший праздник, мне очень нравится. В этот день все приносят блины, угощают друг друга. Хочу еще попробовать, мне очень нравится просто. За столье – неотъемлемая составляющая праздника, блины румяные, словно весеннее солнце со сгущенкой и вареньем, а также баранки, бублики и конфеты. Горячего чая и угощений хватило на всех, и только после сытного обеда настало время для апогея праздника – сжигания чучела. Проводы холодной зимы получились жаркими. Евгения Солохудинова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.